Дорогая церковь, мир вам! Рад видеть знакомые лица, рад быть у вас, делиться словом. И всегда, когда уходишь на кафедру, испытываешь такой трепет, это особое чувство, потому что говоришь уже не свое слово, а слово Бога. И всегда, перед тем, как говорится, слово Божие, молишься, просишь, чтобы Бог дал мудрости, чтобы из слова Его ничего не было искажено. Но я повторю еще раз, что праздник продолжается. Она по вас сегодня навестила, вот такой вам день создала праздничный. Не всегда так бывает и не всегда так будет. Но одна есть надежда, есть утешение, есть радость, что когда Господь придет за нами, настанет вечный праздник. Уже мы не будем ограничены временем, уже не будет расставаний. Всегда мы будем вместе поклоняться Богу. И в продолжение сегодняшней проповеди, которую сказал Сергей Матвеевич, о строительстве церкви, об основании. И когда мы открываем Евангелие от Матвея, первую главу, и мы читаем. Вот родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И начинается Авраам, родил Исаака, Исаак родил Якова. Скажите, кто любит родословные читать? Мы по обыкновению перелистываем, потому что тут одни имена. Но те, кто особенно вникают в Библию, в тексты Библии, для людей, изучающих Писание, все имена несут определенную информацию. Все имена несут какую-то историю. И когда мы говорим, что Иисус Христос является нашим основанием, то я сегодня хотел поговорить вместе с вами об одном человеке, который первый был положен на этом основании. Вы догадались, кто это? Авраам. И мы вместе с вами, изучая или смотря на тексты Священного Писания, мы ответим сегодня вместе на три вопроса. Когда родился Авраам после потопа? Сколько прошло после потопа времени, когда родился Авраам? Второй вопрос. Почему Бог избрал Авраама? Вы задавали себе такой вопрос? Почему именно Авраама Бог избрал? Не Фару, не Сима, а именно Авраама. И третий вопрос. Для какой цели избрал Бог Авраама? И мы вместе посмотрим из Библии, найдем ответы и зададим себе вопрос. Что все мы живем в определенное время, что каждого из нас Бог призвал. Кого-то там в 1972, кого-то в 2005. И какая цель моего была призвание? И что я сегодня делаю? Какое я принимаю участие в строительстве церкви? И мы вместе с вами ответим на первый вопрос. Когда родился Авраам? Скажите, кто из вас задавал себе вопрос, когда родился Авраам? И задавали ли вы вообще? Трудно, да, на самом деле, сразу ответить. Но Библия, она удивительна тем, что когда ты начинаешь исследовать тексты, ты начинаешь находить ответы на задаваемые вопросы. И первый вопрос, на который мы ответим, мы откроем книгу Бытие, 11 глава. Будем читать с 10 стиха. Бытие, 11 глава, с 10 стиха. Вот родословие Сима. Симу было 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. После потопа прошло 2 года. Я хотел бы, чтобы сейчас, если у кого-то есть ручка, там листок, чтобы вы записывали себе. Ну, а кто-то, если способный, мог запоминать в памяти. И мы пройдем по родословно и увидим, сколько лет прошло, когда родился Авраам после потопа. Симу было 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. То есть прошло 2 года. Читаем 12 стих. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. То есть 2 прибавляем 35. Читаем 14 стих. Салу жил 30 лет и родил Евера. То есть прибавляем еще 30 лет. Читаем 16 стих. Евер жил 34 года и родил Фалика. То есть прибавляем еще 34 года. Читаем 18 стих. Фалик жил 30 лет и родил Рогава. Прибавляем еще 30 лет. Читаем 20 стих. Рогав жил 32 года и родил Серуха. 22 стих. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождению Нахора Сирух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. 24 стих. Нахор жил 29 лет и родил Фару. Сколько лет, если кто-то из вас прочитал, сколько лет прошло до того момента, когда родился Фара, отец Авраама? Прошло ровно 222 года. Кому-то будет интересно, вы можете дома потом проанализировать, точно ли я сложил цифры. Может быть, я где-то там неправильно посчитал. И мы смотрим дальше. 26 стих. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот когда не исследуешь тексты, такое впечатление складывается, что Фара рождает кого? Троюню. То есть мы читаем, Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. То есть как будто бы вот 70 лет исполнилось Фаре, и он рождает Троюню Авраама, Нахора и Арана. Но когда мы исследуем тщательно текст, мы находим ответ, когда или сколько было лет Фаре, когда родился Авраам. Мы читаем дальше, когда 27 стиха. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле, рождение своего, в Уре-Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жены. Имя жены Авраама – Сара. Имя жены Нахора – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сару, невестку свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура-Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но, дойдя до Харана, они остановились. И было дней жизни Фары в Харанской земле, 205 лет, и умер Фара в Харане. То есть здесь эпизод описывается, что Бог выводит семейство Авраама из Ура-Халдейского. И когда они приходят в Харан, умирает Фара. Фари, здесь мы читаем, 205 лет. Сколько было на тот период Аврааму, когда они вышли с Ура-Халдейского? Мы читаем 12 главу, 4 стих. 12 глава, 4 стих. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, с ним пошел Лот. Аврааму было 75 лет, когда вышел из Харана». То есть что мы здесь видим? Мы видим, что когда умирает Фара, ему 205 лет. На этот период времени, когда умер Фара, мы видим, что Аврааму сколько лет? 75 лет. Что мы делаем? Мы берем, 205 отнимаем, 75, сколько получается? 130 лет. То есть мы находим ответ. Когда Фаре было 130 лет, родился кто? Родился Авраам, да? Сложно, да? Когда куча цифр, когда ты сядешь дома, сам проверишь, тогда будет все понятно. Мы находим, что когда проходит 222 года, рождается Фара, потом Фара проживает 130 лет и рождает Авраама. Что мы делаем? Складываем, да? 222 плюс 130. Сколько лет прошло? 352 года. Мы находим ответ, что после потопа проходит буквально 352 года и рождается Авраам. За эти 350 лет произошли серьезные события. Была построена Вавилонская башня, произошло тотальное отступление от Бога. Но Бог удивительным образом берет это семейство и выводит с этой цивилизации, где началось поклонение идолам. И мы смотрим и отвечаем на первый вопрос. Когда родился Авраам после потопа? Прошло 352 года. То есть мы ответили на первый вопрос. Вы согласны? На первый взгляд кажется, ну, непонятно. Ну, придете домой, почитаете внимательно, посмотрите, зададите себе вопросы и тщательно исследуйте, точно ли я говорю или нет. Второй вопрос, на который мы вместе с вами будем отвечать. Почему Бог избрал Авраама? И когда я читал этот текст, исследовал тексты Библии, я тоже задал себе вопрос. Этот вопрос у меня еще возникал, наверное, лет 10 или 15 назад. Но я не мог найти на него ответа. Почему именно Авраам? Чем он был лучше кого-то? И вот сегодня я вам задаю вопрос. Почему Бог избрал Авраама? И, конечно, трудно сразу ответить по причине того, что когда ты сам не следуешь Библии, тогда и не знаешь, как ответить. Но мы вместе с вами откроем книгу Неемии, 9 глава, 7 и 8 текст. Мы будем отвечать на второй вопрос. Почему Бог избрал Авраама? Книга Неемии, 9 глава, 7 и 8 текст. Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама, и вывел его из ура Халдейского, и дал ему имя Авраам. И нашел сердце его верным пред тобой, и заключил с ним завет, чтобы дать ему и семени его землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Иевусеев, Иегиргисеев. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Почему Бог избрал Авраама? Что мы видим в этом тексте, где написано в книге Неемии, 9 глава, 7 и 8 текст? Мы находим ответ, что Бог нашел сердце его верным. И когда я посмотрел в подлиннике этот текст, я был немножко удивлен. Слово верным в подлиннике буквально означает, ты нашел его воспитателем. Я начал задумываться, почему к Аврааму описано такое слово, что ты нашел его воспитателем. Ну, конечно, когда мы говорим про воспитатель, мы говорим, что он свое сердце воспитывал. И когда мы смотрим на жизнь Авраама, мы начинаем понимать, что его жизнь была целиком отдана Богу. Поэтому, когда он выходит из Ура Халдейского, он не идет в какие-то пустынные места. Он останавливается на тех местах, где проходит большое количество людей. Это был чистой воды, как у нас на Руси говорят в России, чистой воды был миссионер. Куда бы он ни приходил, о нем написано, что он ставил жертвенники, призывал имя Господне. И когда мы смотрим тексты, то, на первый взгляд, кажется, вышел Авраам, Сара, Лот и часть людей еще с ним. Но когда мы смотрим в книге Бытия, когда произошла Первая мировая война, кто помнит, когда она была? Когда воевали пять царей против четырех царей. Это была Первая мировая война на земле, когда люди, государства определенные, согласились против друг друга воевать. И мы читаем, что когда приходят эти люди, цари завоевывают Содом и Гоморру, кого они увели оттуда? Лота. И вот Лот, находясь в плену, Авраам слышит, что его родственника увели в плен. Что делает Авраам? Авраама вооружает собой людей. Сколько людей с ним пошло? 318 написано способных к войне воевать. То есть о чем мы думаем, рассуждаем? С Авраамом вышло не сто человек. Если мы говорим способных к войне, это были мужчины, у которых, вероятно, были жены, у которых, вероятно, были дети. Вот вы на мгновение себе представьте, сколько вышло людей с Авраамом. Больше тысячи. И вот эти все люди были верующие. Потому что, когда мы читаем 12 главу книги Бытие, здесь есть такой текст, что когда он вывел, и всех людей, 5 стих, и взял Авраам с собой Сару, жену свою, лото, сына, брата своего, и все имущество, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. Вот удивительное слово, у нас в синодальном тексте звучит «имели», в подлиннике буквально написано «приготовленные». К чему приготовленные? Просто чтобы выйти с сура халдейского? Нет, это были люди глубоко верующие. И Авраам, находясь в Уре-Халдейском, воспитывал свое сердце в поклонении Богу. Почему Бог избирает Авраама? Потому что он всегда воспитывал свое сердце в поклонении Богу. И он не просто это делал, но что он еще делал? Не только себя воспитывал, но он еще воспитывал тех людей, которые были рядом с ним. Почему Бог избрал Авраама? Потому что он нашел его сердце верным. Потому что это был человек, который постоянно культивировал в себе образ Бога. Который не хотел поклоняться идолам. И когда мы читаем книгу Иисуса Навина, 24 глава, книга Иисуса Навина, 24 глава, когда Иисус Навин собирает народ и говорит им, выберите сегодня, кому вы будете служить. И он говорит такие слова, 24 глава, книга Иисуса Навина, со 2 стиха. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака». Удивительно, что Иисус Навин приводит такую вещь, на первый взгляд, кажется странную. Он говорит, что за рекою, то есть в Уре-Халдейском, Фара поклонялся кому? Идолам. Как будто такое впечатление, кажется, как будто он был неверующий. И задавая себе вопрос, почему Бог вывел, избрал Авраама и вывел его из Ура-Халдейского, потому что мы имеем уже печальный опыт 4, 5, 6 главы Бытия. За что Бог уничтожил первый мир? Потому что произошло смешение святого семени с нечистым. То есть потомки Каина стали смешиваться с потомками Сифа. И мы читаем в 6 главе, после этого началось что? Развращение на земле. И вот прошло 350 лет, Авраам, находясь уже даже больше, плюс 75, когда Бог его выводит, Бог понимает, что уже это семя святое, которые оставляют в себе еще и поклонение Богу, Бог видит, что нужно что-то делать. И поэтому он видит в сердце Авраама, что он не поклоняется идолам, хотя уже его отец и предки его уже поклоняются идолам. И поэтому Бог вынужден, видя его сердце, которое постоянно воспитывает в себе поклонение и образ Бога, Бог его выводит с ура Халдейского. Вот скажите, когда мы делаем какие-то соревнования, ну такой примитивный пример, и перед нами дети стоят. И вот кто-то из нас там руководит этими соревнованиями, говорит, сейчас пойдет или побежит. Что дети начинают делать? Поднимать руки, я, я кричать. Но человек взрослый, который наблюдает и знает всех детей, он знает, кого избрать, так же? Он знает способности каждого ребенка. И он говорит, сегодня побежит Петя. И все сразу, ну почему не меня, почему Петю? Потому что взрослый человек знает, на что способен этот ребенок. И вот то же самое произошло с Авраамом. Когда мы задаем вопрос, почему Бог избирает Авраама? Потому что Бог видел его сердце. Что этот человек воспитывает, культивирует себе. Он отвергает поклоняться идолам. И Бог его выводит с ура Халдейского. Я задаю себе вопрос, когда исследовал, исследую, я до сих пор это делаю, исследую жизнь Авраама. Откуда Авраам знал о Боге? Я нашел ответ. Что оказывается, Сим прожил после потопа 500 лет. То есть, что мы видим? Авраам рождается после потопа, когда прошло 352 года. То есть, Авраам кого застал? А Сим это кто? Это был тот, который претерпел потоп, который находился в Ковчеге, который рассказывал своим потомкам, что Бог уничтожил Первый мир из-за грехов, из-за поклонения идолам, из-за отступления. Но когда я смотрел еще следующий, Харфаксат, потом Сала и Евер, эти люди прожили еще 430 лет. По крайней мере, 4 человека, которые были современниками Авраама, которые говорили ему о Боге. И мы вместе с вами ответили на два вопроса. Первый вопрос. Когда родился Авраам после потопа? Прошло 352 года. Почему Бог избрал Авраама? Потому что он был человеком верным. И не просто верным, а он воспитывал постоянно в себе образ и поклонение Богу. Поэтому Бог, зная его, избирает его, выводит его с ура Халдейского. И третий вопрос, на который мы тоже найдем ответ в Библии. Для какой цели избрал Бог Авраама? И перед тем, как мы увидим в текстах Священного Писания и ответим на этот вопрос, я хочу вам задать вопрос. Вот прошло уже после потопа, до потопа прошло 1656 лет, когда пришел потоп. Это тоже все написано, если вы будете смотреть родословные, то, сколько прожил. Приходит потоп. То есть буквально сколько там прошло-то времени, немало сейчас, если мы смотрим. И произошло на Земле полное отступление от Бога. После потопа примерно плюс-минус считают, где-то 7 тысяч прошло. То есть эволюционисты говорят, что много-много миллионов лет Земле, но мы смотрим, что Земля-то совсем молодая, есть буквально 7-10 тысяч. И вот прошло буквально 5 тысяч лет после потопа, и вот все вы, я, родились. И сегодня я вижу, на вас смотрю, и сегодня вы тоже так же были избраны Богом. Бог избрал вас. Бог знает, что ваши сердца верные. И мой вопрос, а для какой цели мы избраны? Для какой цели был Авраам избран? То есть мы смотрим, родился, 352 года прошло, Бог смотрит, что он верный, он его избирает. И вопрос, для какой цели? И мы читаем в книге «Бытие», 12 глава, 2 стих. У Бога была определенная цель в избрании Авраама. «И я произведу от тебя», Бог говорит Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Я сегодня смотрю на вас. Оно исполнилось, это обещание, правда? Бог, избирая Авраама и ставя цель свою, которую он хотел осуществить через Авраама, он говорит, «Я произведу от тебя великий народ, и сегодня все верующие суть сыны Чи по вере, по вере Авраама». Сегодня мы являемся исполнением обещания Бога, данное Аврааму. Мы сегодня великий народ. И что удивительно, когда мы читаем этот второй стих, он говорит, «Я произведу тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Интересно, когда я смотрю на этот текст, «ты будешь благословение», я много раз прочитывал это слово, но никогда не обращал внимания, и однажды я остановился на этом слове, «и будешь ты благословением», тут написано, «и будешь ты в благословении». То есть, другими словами, когда мы смотрим на этот текст, он говорит, Бог говорит, что «ты будешь буквально», или «а тебе будут говорить, как о человеке, который был избран Богом для определенной цели». Когда мы смотрим сейчас друг на друга, как на церковь, мы сегодня являемся церковью, и мы говорим друг другу, «пусть Бог тебя благословит, пусть будешь ты благословением». Но Бог говорит Аврааму, что «ты будешь в благословении», то есть, о тебе постоянно будут говорить. И, конечно, когда мы смотрим, что Бог, Иисус Христос, является основанием церкви, и первый человек, который был положен на этом основании, Авраам, то мы начинаем понимать, что вера Авраама, она не просто так показана нам на страницах Священного Писания. Авраам в Новом Завете – это личность, о которой больше всего сказано в Новом Завете. Он именно поставлен в пример для подражания Богу, что, глядя на него, когда мы смотрим, он проходил ряд испытаний, и как Бог с ним работал, и как он отвечал на эти испытания Богу, то удивляешься, насколько человек этот был покорен, насколько этот человек был способен вмещать все, что Бог ему говорил. Второе, для какой цели Бог избрал Авраама, мы читаем 18 глава, 19 стих. «Ибо я избрал его, то есть Бог опять говорит про Авраама, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сыновьям своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». То есть цель была избрания Авраама, первое, произвести от него великий народ, чтобы этот народ был в благословение сегодня окружающим людям, чтобы мы несли его слово, чтобы это слово Божие проявляло определенное действие, чтобы эти люди, которые еще не знают истины, вошли в это число и стали детьми по вере Авраама. И второе, мы читаем, что он избрал его для того, чтобы Авраам учил своих детей. Очень важно понимать, что когда Бог нас избирает, Он не просто избрал нас, вот я прихожу сегодня в собрании, все классно, мы сегодня слышали в первой проповеди, что Бог дает определенные дары для того, чтобы мы были способны друг друга наставлять, чтобы мы были способны друг друга учить. И в этом действительно благословение, что мы сегодня можем говорить друг другу, чтобы мы не смешивались с этим миром. Это очень важно. Если мы не будем в церкви учить детей наших, не будем учить друг друга, то наша дальнейшая жизнь произойдет таким же образом, как произошла с предками Авраама. То есть они, живя в Уре Халдейском, стали, они не отвергали поклонение Богу, но и стали поклоняться идолом. И очень важно, Бог делает на этом упор, что я, избирая Авраама, поставил для себя цель, что от него произойдет великий народ. И этот великий народ, он не будет смешиваться с идолопоклонством. Второе, что этот народ будет учить друг друга, учить детей своих. И третье, что Бог сказал Аврааму, третья цель была, это книга Бытие, 21 глава, 12 стих. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся из-за отрока и рыбыни твоей, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. Удивительно, когда читаешь этот текст, понимаешь, что когда Бог призывает каждого из нас, когда Бог призвал Авраама, он поставил цель, и он этой цели достиг. Первое, что он говорит, что произойдет великий народ. Второе, чтобы мы учили друг друга. И третье, что самое было ценное, то, что услышал Авраам, что через него придет обещанный Спаситель. через Авраама родится Иисус Христос. И сегодня мы вспоминали, начиная с 25 декабря по седьмое число рождения нашего Господа. Бог верен своим обещаниям. Бог пообещал, что через Авраама это все будет, и что родится Мессия. И сегодня мы, вспоминая рождение Мессии, вспоминаем, что Он сейчас является основанием, и что сегодня мы стройно укладываемся в это здание, в церковь. Я заканчиваю свою проповедь, хочу напомнить вам, чтобы вы сами, придя домой, могли задать себе вопрос. Да, я родился, да, я чувствую, что Бог меня призвал, что Бог меня спас. Но кто из вас задавал себе цель? для какой цели Бог меня призвал? Что мне нужно делать, чтобы Бог прославился через меня? И пусть Бог благословит нас в этом начинании. Аминь. Аминь. Аминь.